Нялинская кадетская школа-интернат открывает свои двери для новых кандидатов на обучение. Для учащихся предусмотрено шестеразовое питание, кружок робототехники и даже тренажерный зал. Поступить в эту школу можно с целью начать военную карьеру или же развить в себе выносливость и смелость. Дарья Минаева узнала, как учатся кадеты. Здесь не как в обычной школе. Подъем рано утром, полседьмого зарядка, после обязательного просмотра новостей. В распорядке дня строевая подготовка, сборка автомата, первая медицинская помощь. Днем основные занятия, вечером дополнительные. Опрос родителей показал о том, что они заинтересованы в том, чтобы дети были заняты 24 часа в сутки. И поэтому, безусловно, по полной программе идет занятость в урочное и в неурочное время. И ребята, особенно когда они первый год обучаются в школе, им действительно катастрофически не хватает времени. Но потом они привыкают к этому режиму, они учатся правильно свое время рационально использовать, составляют свой собственный график, и поэтому у них все прекрасно получается. Интернета в школе не балуют. На общение в социальных сетях звонок родителям один час. По словам учеников, к такому режиму привыкли, ведь лучше подготовиться к экзаменам, чем потратить время впустую. Но тут есть свободное время, то есть тут не все забито. Мы успеваем и отдыхать, и учиться, и сильной нагрузки нет. То есть это все проходит в режиме действительного понимания, что мозг у тебя не забит, и ты действительно работаешь. Работаешь над собой, работаешь над учебой. Многие, кто приехал сюда, благодаря режиму действительно выровнялись. То есть по учебе и самоорганизация, это действительно то, что многим не хватает, и приезжая сюда, они наверстывают это. Выпускников кадетов точно ждут в военных училищах. Даже дополнительные баллы дают при поступлении. Все выпускники наши, 90% идут на военную службу. Самое интересное, что даже девочки идут в военно-космические силы. Сами подумайте, ребенок пришел уже готовый. Он умеет стрелять, умеет понимать, что такой воинской дисциплины. Его не нужно приучать к отбову, к подъему. То есть он готов, конечно, любой начальник возьмет. То есть им, естественно, приоритет есть. Поступить в эту школу можно с седьмого класса. Как мальчикам, так и девочкам. Такое учреждение в Югре первое. Учатся здесь 126 детей. Принимаем ребят мы с первой и со второй группой здоровья. Обязательно проходной балл практически все четверки. Это средний балл по годовым оценкам 3,9. Ну и, естественно, физическая подготовка. Прием документов начнется уже в этом месяце. Подать заявление можно до мая. Принимают детей со всей России. Сегодня в числе кадетов ребята из Тюменской, Черябинской, Краснодарской областей. Дарья Минаева, Сергеева Яшко, Вести Угория, Хантамансийский район.